На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса губернатор Сергей Морозов отметил, что в Корсуне, несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью, многие не носят маски. Проследить за соблюдением режима повышенной готовности глава региона отправил в службу общественной безопасности. Сегодня мы приехали с контролем, осуществляем контроль по указу губернатора за соблюдением организациями граждан и правил поведения при режиме повышенной готовности. Сегодня мы обошли вот несколько точек уже сразу и в некоторых точках уже были выявлены нарушения. В первом же магазине продавец работал без маски, хотя она была при нем. Протокол на продавца составили. В других магазинах без масок были покупатели. Некоторые реагировали на замечания и надевали маски, другие, имея маску в кармане, пытались не подчиниться. Вот мы сейчас прошлись, у вас кто-нибудь говорит, граждан на входе, что маски надевали? Что еще? Кто-нибудь говорит, что граждан на входе маски надевали на входе? Да. Вот сейчас мужчину мы им посадали. Вот сейчас женщина стоит, вот я не думаю, что это у нее маска. Ну а обслуживание у нас ведется только в масочном режиме? Вот женщина стоит, у нас есть маска. Маску ей предложить. Сажаем протокол. Закрыто? Это не маска. А, вам это просто форма? Вообще-то я вам не давала разрешения на силу. Вообще-то есть закон о средствах массовой информации, в общественном месте мы имеем право вас снимать. Тем более, когда вы нарушаете закон. На который закон я не нарушала? Указ губернатора Ульянского. Без маски я обслужить вас не буду. Одевайте маску. А это у вас? Вот что? А это? Вот это вот маска. Вот так. Однако так ведут себя далеко не все. Многие понимают коронавирусную опасность. А те, кто переболел, вообще настроены категорически. Нужно всячески беречь себя от этого вируса. О подобном поведении отзываются однозначно. Это она просто, вы знаете, ее не столкнулась она с этим. Она переболеет, она будет две маски надевать на себя, если переболеет. Она будет надевать две, поверьте. Я боюсь, потому что я уже переболела. Я знаю, что это такое. И своим, и близким, и своим пожилым родителям я всегда говорю, не выходите, не ездите. Без нужды никуда не выходите. Напомним, за нарушение требований режима повышенной готовности уполномоченные органы могут оштрафовать физическое лицо, а юридическому приостановить деятельность. Суды в этих случаях все чаще встают на сторону здравого смысла и здоровья. Так что будьте бдительны и берегите себя. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.